В прошлой серии дневников мы рассказали о подготовке к альфа-тестированию. В этот раз расскажем об итогах прошлого года, результатах тестирования и планах на 2018-й. В декабре 2016 года на сцене первого VG-феста разработчики анонсировали калибр. Тогда у них был только прототип и небольшая команда. Они дали обещание всего через год выйти в альфа-тест. В декабре 2017-го на втором VG-фесте креативный продюсер калибра Альберт Жильцов рассказал о том, что обещания разработчики сдержали. С 15 по 17 декабря прошли первые альфа-выходные. Все цели первого тестирования достигнуты. Самое важное, что проверяли разработчики, получилось ли создать рабочую версию игры, с помощью которой они смогут проверять свои гипотезы не только в лаборатории, но и вместе с тысячами игроков. И у них это получилось. Тысяча человек смогли скачать игру, установить ее, запустить и играть друг с другом на сервере в Германии. Критических проблем не возникло. Мы не стремимся к тому, чтобы проблем не было. Наоборот, во время любого теста проблемы должны случаться, потому что если проблема случилась, то мы заранее ищем поиск ее решения. Поэтому, с одной стороны, я могу сказать, тест прошел хорошо, потому что все было хорошо. С другой стороны, я могу сказать, тест прошел не очень хорошо, потому что все было хорошо. И это тоже будет чистой правдой. Другая цель первого альфа-теста — проверить игровые механики и гипотезы на большом количестве игроков. Узнать, интересно ли им играть уже в текущую версию игры. Люди поиграли много. Это такое самое, наверное, положительное после альфы, что мы очень переживали, а готов ли проект к демонстрации, можем ли мы вообще его показывать. И в конечном итоге получили ответ, что он не только готов к демонстрации, но люди еще и игроки получают удовольствие от игры. То есть большая часть людей не просто зашла и вышла, а зашла и активно поиграла. У нас были ребята внутри, которые за вот эти три выходных дня сыграли больше сотни боев. За время альфа-теста разработчики собрали много объективной и субъективной информации. Объективная — это игровая статистика. Сколько боев сыграно, как работали серверы и так далее. Субъективная — это личные мнения игроков. Что им понравилось, а что они хотели бы изменить. Результаты альфа-теста подтвердили, что два главных направления в разработке выбраны правильно. Первая — серверная технология. Разработчики поставили цель максимально усложнить создание и использование читов в калибре. Для этого все расчеты перенесли на сервер. Очень важно было посмотреть восприятие игроков, а как в действительности они смогут играть, управляя персонажем, который существует только на сервере. Потому что это технически очень сложная задача. Мы переживали о том, что они совсем не смогут это делать, что это слишком сложно, слишком технически сложно. Мы переживали зря. И в обратной связи, которую мы получали от людей, мы не нашли какого-то такого серьезного пика по поводу того, что играть плохо или некомфортно. Поэтому здесь, скорее всего, мы остаемся в выбранном направлении. Но, естественно, что нам сейчас нужно будет проделать некоторое количество работ для того, чтобы, ну, назовем это, увеличить, например, плавность от работы с мышкой. Вторая гипотеза, которую проверяли — выбор камеры от третьего лица. Когда год назад разработчики рассказали, что выбрали камеру от третьего лица, многие сомневались в правильности такого выбора. И сомневаются до сих пор. Но тесты говорят, что разработчики оказались правы. Игра превращается просто из юзания только там какого-то набитого скилла все-таки в тактическую составляющую, потому что тактическую составляющую можно оценить. А вот конкретное положение камеры и разные элементы работы с ней оказались на данный момент недостаточными. У нас еще нет пока прям конкретного записанного решения, но совершенно точно мы понимаем, что от альфа-версии к альфа-версии мы будем искать какие-то новые варианты, предлагать игрокам и смотреть, нравится они им или не нравится, там заходит они им или не заходит. Также игроки обратили внимание на анимацию. Многим она показалась недоработанной. И это действительно так. Оказалось, что сообщество очень, в том числе разного хочет от стрельбы. Мнения есть полярные. Но даже полярные мнения сходятся в том, что тот результат, который мы показали сейчас, является недостаточным. То есть нам нужно поработать в этом направлении. Анимация в альфа-версии не финальная. Впрочем, как и эффекты, интерфейс и графика. Всё это будет дорабатываться постепенно. Но даже сейчас критика полезна для разработчиков. Они лучше стали понимать, чего ожидают игроки и скорректировали свои планы. Следующий этап разработки — это второе альфа-тестирование в феврале. В нём будут новые варианты стрельбы и камеры, появятся новые игровые механики, например, дымовые гранаты, новые карты, а также ежедневные задачи. В феврале разработчики пригласят дополнительных игроков принять участие в альфа-тесте, чтобы постепенно увеличивать нагрузку на серверы и собрать ещё больше мнений. В 2018 году альфа-выходные будут проходить каждый месяц, приближая калибр к закрытому бета-тестированию. Но сроков разработчики не называют. Всё зависит от совместной работы с игроками. Мы решились показывать вам игру на таком раннем этапе. Как вы понимаете, творческие люди обычно избегают таких вещей, потому что тяжело, конечно, всегда слушать критику. Здесь я благодарен нашему сообществу, которое нас смотрит в интернете, потому что большая часть комментариев, которые вы нам оставляете, это комментарии, которые действительно полезны. Вот, это хорошо. Это делает нас смелее. Это позволяет нам показывать вам работу, как я сказал, на ранних этапах, потому что чем раньше мы показываем вам результат, который мы получили, тем больше изменений мы можем успеть внести, получив от вас информацию. Вот, спасибо, что вы такие, что вы нам позволяете так делать. Это, ну, такой ноу-хау. Наверное, я могу сказать, что не очень много разработчиков решаются на это. У нас с вами получилось. В следующем выпуске мы расскажем о серверных технологиях, которые используются в Калибре. А пока ждем ваших комментариев на форуме и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова